В музыке должен быть ритм, размер, а это определяет ударный инструмент. Барабан делается, ну вот сейчас, в данное время на Кавказе делают в двух вариантах. Из хорошей фанеры или из массива, ланель так называемая. Она распаривается, гнется, все это обрабатывается, красится. Это основа барабана, это его корпус. Я сторонник какого-то более традиционного всего. Почему я даже вот восьмерочку, которую сейчас показывал, это чисто традиционная форма. И если делать ее, допустим, из какого-то там металлического кирпичика, как сейчас делают просверлизные дырочки, это нетрадиционно. Можно надеть красивую черпеску, красивую шапку, красивый пояс, а за неимением кинжала взять адмиральский кортик, он ведь тоже красивый, и повесить его, но это будет совсем не то. Звучание меняется только от качества и толщины пластика и кожи. От степени натяжки и еще от руки играющего. В молодости хотелось играть. Сейчас играть уже не хочется. Хочется сделать хороший инструмент. Хороший инструмент, но тут много требований к нему. Во-первых, чисто эстетически, он должен быть красивым, он должен быть прочным, жестким, чтобы он не деформировался. Он правильно подобрана должна быть толщина пластика на игровой стороне и на резонирующей. Хороший шнур, вот когда все это вместе хорошее и плюс аккуратная работа, получается хороший инструмент. Часто можно встретить такие инструменты, у которых звучание напоминает какое-то звучание медного тазика. Или наоборот, очень глухой звук, приглушенный прямо. Но это только от того, что неправильно подобраны, допустим, ударные резонирующие стороны. Изготовленные Олегом Засежем барабаны находятся во всех регионах Кавказа, в некоторых регионах России и Ближнего Зарубежья. Редактор субтитров А.Семкин